Друзья, мы с вами в Дагестане, едем в село Старый Гор. Это село располагается на краю пропасти, и оно давным-давно заброшено. В этом селе есть две достопримечательности Дагестана. Во-первых, это сторожевые башни села Гор, об этом у меня есть отдельное видео. А во-вторых, это язык тролля. Язык тролля – это такой выступ на скале, который располагается прямо над пропастью. Место настолько красивое, что оно привлекает множество туристов. Вот я сел на этот выступ на язык тролля, и, как вы видите, красота открывается неописуемая. В Дагестане есть два места, которые на картах обозначены как язык тролля. Мы находимся в более удаленном от побережья языке тролля, который называется Горский язык тролля по деревне, которая здесь располагается. Второй язык тролля в Дагестане расположен ближе к побережью, ближе к цивилизации. Мы там тоже побывали, виды с него я вам покажу в конце видео. Ну что вам хочу сказать, мне вот этот Горский язык тролля понравился больше, наверное, потому что он более удален от цивилизации. Сюда приезжает меньше народу, природа как-то круче мне показалась, и ему я ставлю твердую пятерку как достопримечательность. Пожалуй, самый известный в мире язык тролля расположен в Норвегии, но чтобы к нему попасть, нужно 14 километров по горам идти пешком в одну сторону. Здесь же наш родной дагестанский язык тролля расположен ближе к парковке и поэтому более достижим. А виды с него тоже потрясающие. Теперь, друзья, я вам покажу второй дагестанский язык тролля. Вот он. Посмотрите, какие потрясающие с него виды открываются. И если, друзья, вы путешествуете на машине по Дагестану, заедьте на оба языка тролля, не пожалеете. Друзья, если вам понравилось мое видео про языки тролля в Дагестане, по-братски, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами был путешествующий стоматолог Цукар Сергей. До новых встреч!